Привет подписчикам, привет всем, кто попали на мой канал и смотрят мои ролики. Получил я посылочку дорожданную, правда я ее уже открыл и с вами сейчас поделюсь содержимым, что там находится в посылке. Получил я вот такой вот экран вместе с тачскрином, с сенсором в сборе, вот такой вот блок. Значит ссылка где покупал сразу скажу вам есть под видео, точно также скажу вам сразу, что я постоянно в сети, у кого есть какие-то вопросы, задавайте, отвечу. Значит стоимость вот этой штуки именно у этого продавца где-то в районе 34 долларов я заплатил. У других продавцов конечно разная цена, но я решил брать у этого. Так как я у него раньше покупал телефон, остался довольный и посылка мне это пришла всего лишь за 12 дней, очень рекордный срок. Значит упаковано было вот в такой вот пупыростой пленочке, потом это все положено в такую пластиковую коробочку. Опять же какой-то уплотнитель, пластиковая коробочка закрыта была. Ну короче, такая упаковка, как будто бы его собирались выбросить где-то с самолета, без парашюта. Если бы оно даже приземлилось, то оно бы не разбилось. Потом вот эта коробка вставлялась вот такой вот чехол твердый. И после этого это все было в кулечке. Значит в упаковке еще они положили в нее вот такой вот набор, наверное для самостоятельной замены. Значит сюда идет присоска, каких-то два шпателька, потом опять же такие шпательки типа поддевалки и три отвертки. Три отвертки как раз для того, чтобы открутить вот этот телефон. Я пытался открутить, но у меня все-таки есть маленькие отверточки, но вот такой вот мини-миниатюрной нету. Значит это модель дуги DG550. Как видите экран разбитый, точнее экран у меня работает, а тачскрим сам разбит, сам сенсор не работает. Работает наполовину. То есть звонки принимать можно, но так вот ничего не работает. И вот наконец-то я получил, получил свою долгожданную посылку и делюсь с вами. Сразу скажу, значит 35 долларов заплатил я, пересылка сюда бесплатная, дошло значит 12 дней. Но значит свой телефон я разбил еще летом. Сейчас у нас ноябрь месяц и только-только я это все получил. Почему так получилось? Потому что заказал у какого-то другого продавца, непроверенного. И значит там цена на этот сенсор была где-то 40 долларов. Этот обошелся мне 35. Там было 40, они отправили посылку. Короче трек-код нигде не отбивался. Где-то какая-то проблема, я им отписывался. Получается потерялась посылка, они мне вернули деньги. А тут за 12 дней я получил. Значит, такой сенсор на данный момент у нас, я интересовался, что бы поменять. В одном месте мне предложили, да-да, сейчас поменяем, вопросов никаких нету. Когда коснулось цены, оказалось, что он будет стоить только сам сенсор 70 долларов. Ну и за замену они там в районе 5 долларов хотели. То есть чуть-чуть ниже, чем оно стоило на самом деле замена. Когда я уже согласился, вроде бы как за 70 баксов поменять. Дошло дело до того, что начали звонить, прозванивать. Говорят, только он будет через 2 недели этот сенсор. Только что я так и понял, что они напрямую сами, наверное, заказывают из Китая. То есть он там 35, они мне предлагают за 70, 2 недели ждать. Ну, возможно, там каких-то денег доплатить, и он придет там за 10 дней, за неделю. Ну, все равно, как бы, заработок их нет. Ну, это к тому, что деталей на вот эту модель, да. Дуги DG 550. Деталей у нас нету. Вот, был на, потом на радиорынок зашел, где мест по телефонам там немерено, там штук 200 этих мест. Обошелся в одно место, в другое место. Говорят, ну, если у нас нету, то, наверное, и не найдешь дальше. Можешь не искать. Говорят, если бы это был бы там какой-то iPhone или Samsung, вопросов никаких. Это почти в каждом павильоне. Ну, опять же, вот, как бы, думайте для себя в дальнейшем, какой телефон покупать на будущее. Там, или телефон, или компьютер, или машину. То есть, я, как бы, считаю, что должно быть все стандартное. Если машина, то там, Opel, Mercedes, Volkswagen, то есть, ни Ferrari, ни Range Rover, какой-то. Вот такие, то есть, популярные модели. Точно так же, наверное, и по телефонам, и по велосипедам, потому что запчастей нету. Все только под заказ. Ну, в общем, я чуть-чуть заговорился. Наверное, буду заканчивать. Еще покажу так вот чуть-чуть крупный вид, чтобы вы для себя понимали. Значит, по этому сенсору, вот, насколько мне объясняли, значит, он идет в моноблоке. То есть, все цельное. Если, ну, возможно, все-таки поменять отдельно экран и тачскрин, сенсор. Ну, это делают специальные мастера. И, возможно, при замене, как бы, поломка какого-то из узлов. Ну, потому я и заказал целое. Все, на сегодня, наверное, спасибо всем за просмотр. Еще раз скажу, что я постоянно в сети. У кого есть какие-то вопросы, задавайте. Буду рад с вами пообщаться. Ну, и всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok